Доброе утро! Мы сегодня знакомимся с любопытными рецептами военных лет. От вас. Специально для нас. Для тех, кто с нами сегодня просыпается. Что вы сегодня с собой к нам сюда на студию привезли? С собой я привез образцы времен войны. Это уже реплики, сделанные в современное время. Это яичный порошок в упаковке образца 40-х годов. Поставлялся по лондризу из США в Советский Союз. Так. И также концентрированная каша из пшена. Это также современное изделие в упаковке также 40-х годов. Именно такие вещи были в вещмешках наших солдат. Яичный порошок, то есть если это сейчас с чем с водой размешать? Омлет, яичница. Омлет, яичница. Одна ложка, насколько помню, одна ложка яичного порошка равна одному яйцу. Да. С кашей концентрированной тут что у нас? Размятой пол таблетки. Отсчитается одной таблеткой? Да. Высыпать в горячую воду. Один стакан. Кипятить. На два стакана воды получается упаковка. Либо дать набухнуть в течение 15-20 минут. Соевый завод. Одесса. Инструментальная 3. Обалдеть. Нарком пищепрома СССР. СССР промсоя. То есть вот это вот то, что реально было вот в мешках солдат на фронте. Так, с чего начнем? Что предлагаете нам попробовать сейчас заболтать и пожарить? Ну, давайте пока поставим кашу, она будет дольше вариться. Давайте. А сделаем с вами лишнюю кашу. Есть у нас вот водичка. Что, нам нужно сначала вскипятить воду, как обычно варится каша? Да, конечно. На один стакан. На один стакан. Сколько-то было. Ну, вот так. Я думаю, да. Оставляем. Пока пусть греется. Греется у нас вода. У нас сегодня есть уникальная возможность поглядеть на то, что лежало в вещевом мешке солдата вот с 41 по 45 год. Вот. Все достоверное, уникальное в каком-то смысле. Правильно? Ну, да. Только это все реплики уже. Я понимаю. Да, так, в принципе. Пока у нас нагревается вода. Я что предлагаю? Сегодня нет готовки в каком-то смысле глобальном. Берите свой вещь-мешок. Мы сейчас тут вам очистим плацдарм. Можно так это же назвать каким-то плацдармом? Плацдармом. Только осторожно, что там у нас греется вода, чтобы у нас ничего, и все было хорошо. Вскрываем. Чего-нибудь показываем. Что есть тут? Есть также тушенка. Свиная тушенка поставлялась из США по Лен-Лизу, опять же. То есть, если ее открыть, она съедобная? Да, это, опять же, реплика. То есть, был поднят самолет американский, на нем была обнаружена банка с тушенкой. По ней сделали реплику, именно размерную реплику и реплику этикеток. Вот и выпускают для реконструкторов такие штучки. То есть, это можно открыть вместе с кашей из пшена, перемешать и с удовольствием съесть? Спокойно съесть, конечно. Свиняй тушенку. Чего еще есть? Точно так же тушенка отечественная, Советского Союза, говяжья. То есть, это главмясо, ворошиловский, мы знаем такое, мясокомбинат. И вот тут у нас СССР, звездочки, вес нетто, это что, 338 граммов, да? Вот такая вот очень живописная коровка тут у нас на упаковочке. Кружка эмалированная. А в чем ее вот, мне кажется, и позже такие были? Или вот она какая-то... Нет, просто были. Удобно, в ней можно кипятить, в принципе. Можно на огонь, нехорошо будет. И туда вот кашу, или чай какой-нибудь. Сюда же. Когда было во время войны тяжелая пора с металлом совсем, и с прочими расходными вещами, делались кружки. Самоделки. Самоделки, да. Вот такая кружка, сделанная как раз из банки тушенки. Из англизовской. Был этот процесс документирован. Как делали кружки? Документ, да, на основании которого именно делали изделие-то кружки, также делали котелки из жестяных банок. Вот, сын наше. Всему могло найтись применение. Что-то вы еще шуршите. Также бойцам Красной Армии, все население, собирали подарки. О, вот это вот классно. То есть они были вот в таких вышитых мешочках. То есть где-то в Сибири. Да. Девчонки какие-нибудь? Девчонки, школьники, бабушки. Какие-нибудь девчонки. А вы там пока не доставайте ничего, потому что здесь тоже много чего любопытного лежит внутри. Хорошо. Ну, сейчас все покажем, а потом ничего не останется. Вот это что такое? Военный поход. Галеты. Галеты, да. Опять же, репринт этикетки того времени, то есть полностью соответствует. Единственное, что галеты чуть-чуть мельче, потому что фиани физически стали меньше. А что такое галет? Это печенье или нет? Это как затяжное печенье. Затяжное печенье. Вот даже вот рекомендуют способ употребления. Давайте почитаем. Вот просто любопытно, для мальчишек писали, вот как что есть. Галеты употреблять лучше в размоченном виде, для чего они опускаются в стакан или кружку с водой при температуре воды 15 градусов. А намокают, становятся мягкими, готовы к употреблению. А лучше всего указано, жевать с горячим чаем. Военный поход. Что тут еще внутри? Там есть еще конфеты-рачки. Да. А получается, это что, в 40-х уже были рачки? Да, конечно. Кто помнит рачки? Я помню. Вы тоже любите раковые шейки. Раковые шейки, да. Это, по сути, конфета взята раковая шейка и просто репринтовская этикетка на них. Ну, кажется, вот мои родители, вот там папа кто-то, дети Советского Союза, конфеты, как они там, Дуньки на радость, раковые шейки, дубок какой-нибудь, знаешь, или слива. Вот они, обалденные. Вот это вот, вот это мои сегодня любимчики, потому что они, знаешь, какие-то вот, как будто бы откуда-то оттуда из детства. И чего тут еще есть? Тут есть спички, да, съемок вы мне показывали. Так, шоколадочки. И покажите, какие вот, давайте, разворачивайте, какие тут любопытные спички. Так, тоже рзацы спички. Такие спички делались в Ленинграде, в блокаду. То есть они, получается, на отъемном куске фанеры, то есть она просто отламывалась. Видим, да, понимаем. Вот таким образом. Да, можно? Вот, в принципе, рабочая спичка. Обалдеть. И тут же грузинский чай. Давайте поглядим, вот чай. Вот здесь у нас будет лежать чай и батончик шоколадки. Слушайте, не знаю, как мальчишки на фронте, там, да, мужчин, мальчишки, там, что-то братья, братья, папы, дедушки. Но я бы тоже от такой посылочки с галетами, с шоколадкой, с чаем грузинским настоящим, не зря же говорится, раньше там и трава зеленее была. Да, да, да. И чай грузинский был крепкий. И конфеты рачки были просто обалденные. Ну, то, что нам все и прописали. Пара минут, у нас закипит вода, и туда уже будем мы укладывать нашу пшеную кашу. Оставайтесь с нами. Мы сегодня шерстим вещь, мешок советского солдата вместе с реконструктором Сергеем Ткаченко, чего мы уже успели найти. Мы нашли пол-энд-лизу, что у нас тут пол-энд-лизу, да, яичный порошок и какая-то баночка тушенки, да, нашли вот этот подарочный мешочек, который собирали из тыла фронта. Там у нас и шоколад, и чай, и спички, и конфеты, и галеты, правильно же? Еще любопытный момент, который многие не знают, знают, может быть, люди вовлеченные в историю военного дела, в частности, да, вот историю Великой Отечественной войны, о том, что вот на вас сейчас надета максимально достоверная, там, не знаю, летняя какая-то гимнастерка, погона. Расскажите, что на вас, и вот, и как ходили, вот, в чем были советские солдаты? На мне сейчас одета гимнастерка образца 43-го года, отличительной особенностью это воротник-стойка, отсутствие петлиц и воротника, отложного воротника, и наличие погон. А вот это какой чин, какое звание? Это рядовой войск связи, черный кант. Ткаченко, вы по истории реконструкции, да, реконструкторских боев, вы связист? Да. То есть это вот... Это погона и, в принципе, форма войск, ну, вот, на мне погона войск связи. То есть глядит на вас тот, кто понимает, допустим, если вы у кого-то выслужили, так, где наш какой-то там аппарат связи? Да, да. Пуговицы, ремень, просто при меня. Мы знаем, что как бы вот из театрального, из какого-то, должна быть какая-то такая бляха, тут что-то, должна быть какая-то звезда какая-то. Получается, получается, он составной, есть стропа и кожаная прошивка. Тоже он какой-то по какому-то определенному госту и стандарт, правильно ты понимаешь? Да, да, конечно, стандарт. Также были чисто кожаные ремни. У нас закипела вода. Чего туда нужно положить? Помимо вот... Ничего, кашу и все. Не соли, не перца. Показывайте тогда, как это все, ложку вам надо, не надо. Зачем? Мы же все высыпаем. Сколько нам есть? Стакан? Ну, да. Все, вот она так же запакована получается в два слоя бумаги. Да, видим. Надо постоянно перемешивать, скажите, пожалуйста. Тогда надо будет помешать. Держите ложечку. Примерно половину высыпали. То есть в походных котелках, то есть вот все как и есть, да? Вода закипела. Туда погрузили пшено и все помешали. То есть не надо, как вы знаете, в поход куда-нибудь пойдешь, коробок с солью забыл. То есть здесь уже все по вкусу доведено. У нас есть еще сегодня походные котелки. И здесь, оказывается, есть какие-то различия. У нас вот их два, и вот, Сергей, ничего. Оказывается, тут есть какие-то нюансы. Да, котелки практически идентичны, но есть небольшое отличие. Котелки, которые выпускались в 40-х годах, крепление дужки более широкое, чем на котелках, которые выпускались уже в 50-х. Вот эта вот, вот эта штучка. Да. То есть вот это вот 47-й. Да, вот это вот 50-й. А это 50-й. 51-й. То есть это, то есть сколько им лет-то? Ой, по 60-й с чем-то уже им? Ну вот, вот, 47-й год. А это ему и того больше. А этот вот он, 51-й. Ой, даже написано. А цены нет? Обычно же на всяком советском налоге. Это армейское имущество. Ах, ну да. А чему-то я. Но год, год, 1947-й. Держим реликвию в руках. Ну, практически, да. Он указан. Обалдеть. Варили в них чего-нибудь наверняка? Этот котелок только приехал ко мне недавно. Вот этот, этот, этот уже бывал у нас походу. А вот что значит приехал? Вот что значит приехал? Ну, во-первых, мы все реконструкторы между собой общаемся. Есть клубы. Клубы по регионам, клубы по городам. А вот, а с кем вы, кто ваши друзья? Ну, вдруг можно привет передать кому-нибудь, хорошим товарищам, с тем, с кем вы принимаете, не поставите участие там в реконструкциях, общаетесь, просто дружите. Кто эти хорошие люди? Клуб «Боевая колесница» Шипунова. Так, знаем таких. «Колеса истории». Это Барнауэль и клуб. Так. «Штурмовик» в Новосибирске. Мы продолжаем знакомиться в каком-то смысле с армейским бытом вместе с реконструктором Сергеем Ткаченко. Мы продолжаем. Сереж, знаем, что завтра можно вас будет встретить не только вот в эфире телеканала, ну, понятно, что он сегодня, а еще на улице города Барнаула. Где вы будете, что вы будете делать? Может быть, подойти руку? Конечно. Пожать. Где, когда? Значит, завтра мы будем располагаться с интерактивной выставкой. Это на площади Сахарова. А что за интерактивная выставка? Ну, я надеюсь вывести свое связистское оборудование, то есть это будет несколько телефонов. Попробуем, выставим их. Будет патефон действующий, музыку покрутим. Так, с пластиночкой? Конечно. По заказу можно быть требовать чего-нибудь? Можно будет выбрать из сейфа на теке. Да. Будет ретро-громкоговоритель, тарелка, которая... А, вот эта, которая вот как она, вот такая? Да, да, да. Так. И будет Алексей стоять со своей машиной. Лешка. Четырехлетняя Лешка. Это мужчина... А что за машина? Ну, у нас автомобиль, сделанный совместными усилиями с сыном. Это по мотивам автомобиля «Вилли СМБ», который поставлялся по ленд-лизу в Советский Союз из США. Копия уменьшенная? Он... Ну, это все-таки не копия, а больше по мотивам сделан. По мотивам. То есть на фоне, да. То есть общий кузовной вид сохранен, но с изменениями незначительными. Сделанный корпус из фанеры. То есть в интернете добыл чертежи, белорусский парень сделал своему и выложил в открытый доступ. То есть чертежи скачал, сделали распил фанеры, собрали, рам на джип. А что двигает? Или надо самому катить? Нет, там электропривод. Помалкиваете, да? Два электродвигателя общей мощностью 700 лошадиных сил практически. Сколько? 700 ватт, почти лошадиная сила. Лошадиная сила? Да. Это до скольки-то он разгоняется? Ну, там на сегодняшний день сделана, с шестернями выбрана скорость в районе 7 км в час, чтобы можно было, в принципе, двигаться рядом с ним быстрым шагом. Это на перегонке с нашими этими, с кути этими, кто они, господи, как они называются? Мопеды, ой, кто они, самокаты. Самокатами. И вот кто кого. Ну да. То есть, Лешка будет за рулем. Тачки крутой, да, по мотивам. Во сколько? Еще раз, площадь Сахарова, интерактивная выставка. Со скольки? Ну, после парада, парад с 9. С 10. С 10. После парада мы с 10, с 10 до 14. До двух часов. Можно будет поглядеть на шествие бессмертного полка, а лучше принять в нем участие, да, да, пройтись и прогуляться до площади Сахарова. А как там вот, что будет написано, как понять, что это вы? Ну, я надеюсь, если все получится, мы поставим палатку. Так. В палатке разместим узел связи. Надо ли нам пробу снять? Это же можно делать? Да, конечно, даже нужно. Сергей, ну-ка, давайте за компанию. Надо еще немножечко поварить. Хочу еще убавим. Прям чуть-чуть. Еще минут 5, наверное. Она хорошая? Да. Вот если будешь все на молочке, ну, понятно, что да? Ну, да. При всех прекрасных сложившихся обстоятельствах, то будет не каша, а мечта. Скажите вот мне, наверняка у вас есть свои семейные истории, тех, кто был на фронте, и этой историей можно поделиться сегодня с нашими зрителями. Да, конечно, у меня оба деда участники Великой Отечественной войны. Даже можно озвучить имя, отчество, фамилию, чтобы мы знали, кто. Ткаченко Иван Никифорович и Юченко Алексей Тихонович. Алексей Тихонович – это мамин отец. Он участник войны с Японией, то есть он во время войны находился на Тихоокеанском флоте. Он связист. Так. Второй дед Ткаченко Иван Никифорович – это отец отца, соответственно. Он был командир разведроты кавалерийской дивизии, которая формировалась в дальневосточной кавалерийской дивизии. Дальний Восток. Да, Дальний Восток. Вернулись? Да. Оба? Оба. Какие счастливчики. Ну, да. У деда Дворонения, который вот кавалерист. Так. Вот. Но брат деда Алексея Юрченко, который, Антон, пропал без вести в районе 42-го года примерно. Ну, пытался найти, пока никаких данных про него не нашел. Но все-таки продолжайте искать, так, чтобы можно было сохранить историю и понимать, и знать, что произошло с человеком. Так, чтобы это можно было рассказать подрастающему Алешке. Да? Конечно. Как минимум. Ну, вот мы и готовы познакомить вас со звездой нашего фильма «Варежка», который можно будет увидеть уже скоро в эфире телеканал «Катунь-24», а именно 22-го июня. Алексей Ткаченко, привет! 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 Будем сжать руки! Как твои дела? Нормально. Нормально. Расскажите, вот на Лешке форма еще. Чья это форма и вообще? На Лешке форма рядового. Рядовой Алексей Ткаченко. Да. Пехотные погоны. Пехотные погоны? Розовый там, да. Так, а вот тут звездочка. Все тоже достоверное на пилотчике? Ну, это тоже реплики. Ну, да. После 43-го года с вводом формы. То есть стали красные звездочки, были заменены на железные методы. Лешка, где ты занимаешься? Что ты любишь делать? Играть в машинки и собирать конструктор лего. Конструктор лего. Ну, классно. Ты устал? Котик, будешь ложку каши у нас пробовать? Да? Давай. Мы попробовали. Нам понравилось. Это твоя очередь. Ой, горячая, наверное. Леш, держи ложку. Чтобы, знаешь... Дуй. Дуй. О, угу. Так. Ну-ка, снимай пробу. Осторожно. Съедобно! Ой, говори, что вкусно. Ой, как вкусно. Где моя ложка? Я тоже хочу ложку каши. Ну, правда вкусно. Ребенок не врет. Да? Да? Дороговый. Слушайте, ребята, у нас сегодня было просто чудесное утро. Спасибо вам большое, что вы к нам пришли в гости. Сереж, Лешка, на день грядущий, все тем, кто с нами сегодня просыпался и бодрился, желайте чего-нибудь хорошего вон в ту камеру. Всем доброго утра, удачного дня, удачных выходных, удачных праздников. Ждем вас на нашей выставке. Да? Лешка, давай еще раз пять. Не прощаемся, увидимся с тобой уже завтра на интерактивной выставке у ребят на площади Сахарова. На сегодня все. Всем желаем хорошего дня, приятного аппетита. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»